Жесткие стычки на поле, изобилие голевых моментов и скупые цифры на табло. Так можно описать заключительный матч 11-го тура РФПЛ между крыльями Советов и Краснодаром. Южане приехали на берега Волги в статусе лидеров, но события на зеленом газоне явно развивались не по сценарию Александра Старожука. В этот вечер на поле блистали два молодых игрока, нападающий с самарцев Сергей Пеняев и голкипер гостей Матвей Сафонов. Последнего в итоге признали лучшим футболистом поединка. Подопечные Игоря Усенькина доминировали на поле практически все 90 с лишним минут. В первом тайме Пеняев проверил на прочность каркас ворот Краснодара, после этого нанес несколько эффектных ударов со штрафных. Но вратарь сборной России еще раз доказал, что он по праву является первым номером дружины Валерия Карпина. После перерыва крылья Советов имели еще один стопроцентный момент. Глушенков навесил в штрафную соперника, на передачу откликнулся Евгениев. Роман пробил створ ворот головой, но Сафонов сумел вытащить мяч с линии ворот. Этот эпизод стал ключевым, арбитр долго пересматривал повтор. Судейскому корпусу показалось, что мяч мог пересечь ленточку. Решение Сухого самарским болельщикам в итоге не понравилось, взятие ворот не засчитали. В итоге поединок закончился нулевой ничьей. После игры Игорь Усенькин отметил, что в этот вечер крылья Советов столкнулись с катастрофическим невезением. Очень трудно комментировать, что не хватило для того, чтобы мяч зашел, пересек линию и так далее. В любом случае, после таких игр тренер должен сказать, что если есть игра, очки будут. Сторожук остался доволен результатом матча. Ничьейный хороший для нас результат, исходя из происходящего на поле. После 11 матчей крылья Советов имеют в своем активе 11 очков и занимают 11 строчку в турнирной таблице. Уже 9 октября волжане померятся силами со столичным «Спартаком» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.